Геннадий Нуштаев и Татьяна Белозерова выбрали не лучший день для прогулки на Кегастров. Продуваемые всеми ветрами Архангелы Городцы переходят реку, потому что кто-то перешел грань. На Кегастровском кладбище похоронены родные и близкие наших героев, летчики 2-го объединенного авиаотряда. Однако нашлись те, кто потревожил их покой. Какие-то варвары осквернили могилы покорителей неба. Здесь захоронен укипав самолетом, два погибшего в 90-м году. Авиакатастрофа была. Так, здесь был захоронен Белозеров Максим Юрьевич, командир эскадрильи. Это, я так понимаю, ваш непосредственный... Это мой супруг, да. Вот видите, все выдрано с корнем. Все здесь. Вандализм, конечно, ужасный. А что здесь было? Мы не очень представляем. Так, здесь были лопасти от самолета Ан-2. Три лопасти на постаменте и, естественно, сама могила. Здесь захоронен командир самолета Минаков Вячеслав. И рядом Кирьянов Сергей, второй пилот самолета Ан-2. Местная Шантропа и раньше хулиганила. То звездочку металлическую с надгробия собьют, то скамейку украдут. Но этот случай, считают родственники, дело рук залетных. С таким размахом вандалы никогда не орудовали. Будем восстанавливать. Ну и будем думать, что делать. Никому не обращались? Кто, может, поможет? Мы обратились во второй авиаотряд. Надеемся, что они как-то нам смогут помочь. Традиции устанавливать лопасти винтов на могилу летчиков уже больше века. Но в Кегастрове появление этих символов мужества и скорби связано как раз таки с историей второго Архангельского объединенного авиаотряда, основанного в 65-м году. Долгие годы Кегастров был базой и домом для пилотов и механиков. В том числе и для ветерана отряда, вертолетчика Геннадия Нуштаева. Когда отряд понес, что называются, вот такие первые потери, пошла традиция устанавливать? Ну, фактически, можно сказать, когда хаос упал где-то в Уральских горах. И вот установили для экипажа полностью вот это памятники и установили лопасти. А какой год, вы говорите? 74-й. После этого, по мере того, как погибали и умирали пилоты, стали устанавливать те самые лопастя от Ан-2, после и от НИ-8. В этой могиле покоится первый авиаучитель Геннадия Петровича, командир эскадрильи Алексей Афанасьев. Вертолетная лопасть с его портретом уцелела. Вандалы, судя по всему, просто не смогли ее выломать. Капитально сделано. Вот здесь даже видно болт, как до половины вытащенный, а не могли вытащить, видать. Может, даже одумались, что Ми-8 лопасти меньше металла, алюминия это, наверное. Потому что я смотрю, те лопасти, которые на Ан-2, всех поснимали. А сколько нам, по вашим подсчетам, вообще здесь поломали память? Ну, мне с отдела кадров уже сказали, что 18 могилок вандалы поснимали вот эти лопастя. Смотритель кладбища Сергей Одинцов ведет нас, что называется, по следам преступников. Для него мотив их поступка очевиден. Вот очередная градочка, где тут вандалы побывали. То есть тоже лопасть вырвана. Основание оставлено. Ну, как говорится. На ваш взгляд, подготовлена была вот эта, что называется, акция? Наверное, сначала все это дело приехали, просмотрели, засветло. Уже в ночное время, думаю, все это вырвано было. С какой целью? Сдача цвет металла? А там сплав какой-то особый, металл особый, что там? Ну да, такой сплав очень крепкий. Алюминий с магнием, там что-то такое, дюра алюминий, очень крепкая. Злоумышленники позарились, разумеется, не на ценность дюрали для авиационной промышленности, а на ее цену. Вандалы-грабители знали, зачем шли. Конкретно за лопасти винтов. Были хорошо подготовлены. Можно подумать, что вот это основание из нержавейки не взяли, потому что оно плотно вкопано. Но нет же. Вот вполне себе хорошая, пригодная, оторванная деталь. Видимо, в пункте приема металла много за нее не дадут. К тому же ее тут и не в избытке. А вот дюрали с 18 лопастей можно урвать в разы больше. В интернете за килограмм такого цвет мета предлагают от 70 рублей. Так что полиция уже вовсю прочесывает местные пункты приема металлолома. Близлежащими не ограничивается. Зимой выбраться с Кегострова можно не только пешим путем по переправе на Пурнавлок. На автомобиле, например, легко выскочить через Цыгламень на Северодвинскую дорогу. Повредив надгробие, злоумышленники могут поломать себе жизнь. О чем в случае поимки и доказательства вины будут сожалеть лет пять за колючей проволокой. Алексей Карельский, Денис Линчевский. 7 дней в регионе.